В Кемерове мерзнут утки. Поручение губернатора снова забылось. Утки, соблосевшиеся из Китимской набережной, летят в свободные полыньи, а кемеровские волонтёры рубят для них лёд. Я дал поручение сделать всё для того, чтобы утки здесь чувствовали себя комфортно. Одной достопримечательностью в городе стало меньше. Зато стремительно преображается другая – культурный кластер. Вместо старого проекта предоставлен новый. Строить кластер по-прежнему будет компания олигарха Геннадия Тимченко, бывшего партнёра по бизнесу губернатора Цивилёва. Эпохальные стройки Кузбасса проходят по федеральным программам, на которых почему-то зарабатывают друзья губернатора, а утки мёрзнут. Я хотел обратить ваше внимание на Пульск-Киселёвска. Мы много рассказываем об этом городе и о том, что там происходит. Там уже разобрались с иностранной шпионкой, агенткой, американкой, которая приехала фотографировать местные церкви, и оштрафовали её на 2000 рублей, после чего она уехала. В прекрасном городе Котловани не прекращается трэш. Стражи порядка снова поймали иностранных шпионов, на сей раз из Голландии. Сегодня в нашем городе работает съёмочная группа иностранных журналистов, которые снимали рядом с разрезом, и вот что происходит дальше. При этом в Киселёвске продолжают ездить по городским улицам не только углевозы, но и 130-тонные белазы. Совершенно-совершенно недалеко. Вот, пожалуйста, наш дом. Вот класс. Жемчужина Кузбасса. Ширигеш. Предприниматель Вячеслав Чернов согласился выступить корреспондентом типичной недели и рассказал нам, как в Сибирских Альпах ведутся бизнес-процессы. В течение многих лет в основании горы Зелёной, в самом проходном месте, формировался рынок, продавались дары природы, сувениры. Около 50-60 людей нашли для себя работу, средства для существования. После вступления в должность губернатора Геймерской области Сергея Цивилёва, одним из первых решений, которое он принял, было продать землю, всю землю угольному олигарху Игорю Прокудину. И прошедшим летом было издано распоряжение зачистить территорию от торговых павильонов, которые достались от Амана Тулеева этим рыночникам, потому что им предоставили в аренду маленькие торговые точки, которые этим летом были убраны с этой территории. И что мы видим в течение сезона? На освободившейся земле там просто теперь стихийная стоянка автомобилей. Машины утыкаются носом в сугробы, и люди теперь проходят мимо этих машин на подъёмнике. Совершенно необоснованное, невнятное, непонятное, глупое использование территории, в то время как несколько десятков местных жителей просто лишили средств к существованию. Это очень печально. В рубрике «Зоокузбасс» сегодня лидирует Кемерово. Подрядчики обл. администрации нагло спёрли образ спортивного Санты, которые давно кочуют по дешёвым фотостокам и используются в рекламе дешёвых пабов. Спортивный Санта превратился в уникального кузбасского Деда Мороза и стал символом области. Это как вместо волка забивайки использовать пионерский значок. Или как вместо вывески «Макдональдс» повесить табличку «Пельменная». Или как на место губернатора поставить ручного олигарха. Например. Мы ни на что не намекаем. В ёлке в Кемерово делается по уникальной технологии. Сначала делается небольшой спил. Потом несколько распилов. Потом ещё один спил. Потом большой распил. А потом лесники идут в лес, находят ёлку и рубят уже её топором. 18 миллионов рублей. Но прославилась в первую очередь кемеровская ёлка за 18 миллионов рублей. Рассказать о ней успели все популярные комики, включая депутата Виталия Милонова. За 18 миллионов ёлка? Ну это безумие. Я считаю, что это никуда не годится. Я часто бываю в Кемеровской области, в Новокузнецке. И могу сказать, что там есть масса мест, куда можно очень хорошо вложить. Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, что ёлка штучная и многоразовая гарантия на неё 5 лет. Мы не поленились и изучили рынок городских искусственных елей. Самая дорогая, со всеми гирляндами, украшениями и компьютером, управляющим этим великолепием, стоит не дороже 3 миллионов рублей вместе с доставкой и установкой. Однако Илья Середюк обнаружил эксклюзив. Всё то же самое, как за 3 миллиона, но в 6 раз дороже. Ещё бы! Кемерово даже кремлёвскую ёлку перещеголял. Щегловск одним словом. А кемеровские орнитологи спасли полярную сову, летевшую из тундры на юг. И в Кузбассе угодившую в капкан. Фейк недели получился двойным. Новокузнечанин опубликовал в сети фото бытового датчика, на котором выявлено многократное повышение уровня вредных веществ. Вот как на эту новость отреагировали вести Кузбасс. Фотографию прокомментировал замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Заявил, по мнению специалистов, это бытовой прибор, который фиксирует мелкодисперсную пыль. Автомобильные выхлопы, кусочки сажи и асфальта. Газовые выбросы он не воспринимает. Добавлю, южная столица входит в список 12 городов, в которых реализует проект «Чистый воздух». Мы должны напомнить коллегам свистей. Попадание Новокузнецка в 12 городов участников проекта «Чистый воздух» совпадает с нахождением этого же Новокузнецка в десятки самых грязных городов России. Кузбасс укутал смог. Такой густой, что некоторые жители области добирались домой по навигатору. Не помогал даже традиционный в России автопилот. Через дорогу целый большой квартал домов. Буквально в 100 метрах от меня. Такого смога в Кузбассе, по-моему, не было никогда. Чистый уголь, зеленый Кузбасс. Хорошее настроение. Спасибо. Кузбасс покинула Елена Малышева. Она так оптимизировала здравоохранение, что довела врачей до бунтов, а медсестер – до голодовок. Работы действительно очень много. Но есть ли потенциал вообще у кузбасских врачей? Потому что на самом деле очень много талантливых врачей в последние годы уехали. Если мы говорим про кардиоцентр, знаменитый кардиоцентр, который на всю страну гребит. Новосибирск, Калининград. Уехали. Больница областная. Гениальный врач Вавент. Уехал в Питер. Остался Колотов, на котором все молятся. Мне кажется, все боятся. Не дай бог, не дай бог. Только Колотов бы не уехал. Что делать? Как их задерживать? Развивать патриотизм. Для чего нужна была Малышева? Мы не знаем. По слухам, губернатор оказался ею недоволен. Видимо, все же выбрал не ту. Теперь кузбассовцев больше волнует, как человек без медицинского образования руководил здравоохранением целого региона. Канал «Россия-24» рассказал о кемеровчанке, которую преследует маньяк. Полиция предпочитает не вмешиваться, называя это домашним конфликтом. Наталья Некрашевич из Кемерова всерьез опасается за свою жизнь. Недавно ее избил бывший возлюбленный, с которым она рассталась несколько лет назад. Женщина дважды обращалась в полицию, но заявления по ее словам оставались без внимания. Никакой реакции не было. То есть ни участковый со мной беседу не проводил, ничего подобного не происходило. Мы пытаемся несколько лет донести эту историю до полиции, которая ловко игнорирует любые обращения. После 3 сентября Морозов стабильно стал меня подкарауливать, угрожать расправой. Он подходил к работе, искал меня у подъезда, подкарауливал, угрожая опять же. У нас по камеру на работе видно, кто входит в техникум. Он заходил в техникум, после мне охранник сообщил. Я, побоявшись выйти через передний вход, меня выпустили через черный вход. Никакой реакции не было. То есть ни участковый со мной беседу не проводил, ничего подобного не происходило. Наконец, последняя, как всегда, хорошая новость. В Кузбассе появились ледовые переправы. Теперь собирать валежник станет еще проще. Главное – не угодить в капкан. Выбирайте удачные пути для своих путешествий. Дышите реже и избегайте кузбасских капканов и киселевских гаишников. ПЕСНЯ Цепи якорей гремят в порту. Верят корабли мою мечту. Всем ветрам назло я спешу назад. Дальних неизвестных островов. Снятся чайки Снятся чайки И мечты пригодит. Снятся чайки Снятся чайки Снятся чайки Чуя страхи, море полдарит свои штормаки, Пусть до самых звезд летит формат. По лугу качай, с ног сбивай меня, Брызгами холодными звенят. Знаю, Боже, ты черным пыть и синий, Море, 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 Статья моим не сильным, След, полною споет, А я на берег, Втра приду опять. Боже, слышишь, море, Поим матросам хочу я стать. Субтитры создавал DimaTorzok